Итак, перейдём к рассмотрению категорий, представленных в классификации Лапшина и Пузанова, отечественных дефектологов. Начнём мы с первой категории, это с детей с нарушением слуха. Прежде всего, очень важно знать место повреждения слухового анализатора. Далее, очень важно принимать во внимание степень снижения слуха. Слабослышащий это ребёнок или глухой. В связи с этим будут совершенно использоваться различные сурдопедагогические методы и приёмы работы. Огромное значение также имеет время возникновения поражения слуха, Здесь мы будем говорить о категориях рано оглохших и поздно оглохших лиц. Рано оглохшие лица — это лица, у которых возникло повреждение слуха до возникновения речи. И сурдопедагогические методы и приёмы воздействия будут иными, другими, в отличие от работы с лицами поздно оглохшими, у которых имеется опыт уже определённо речевого общения и словарный запас, сформировавшаяся речь. Характеризуя данную категорию детей как разнородную группу, мы учитываем и уровень развития речи от неговорящих до речевой нормы в категории глухих и слабослышащих детей. Пятым фактором является наличие или отсутствие дополнительных отклонений в развитии, так, например, нарушение зрения или нарушение интеллекта или нарушение опорно-двигательного аппарата. В связи с этим методы педагогического воздействия, опять же, будут различны. Какова же классификация тугоухости в зависимости от места повреждения слухового анализатора? Мы с вами говорили, что по месту повреждения тугоухость делится на сенсоневральную звуковоспринимающую тугоухость и кондуктивную тугоухость. Что же такое сенсоневральная тугоухость? Она прежде всего обусловлена повреждением слухового нерва и внутреннего уха, иными словами, той части слухового анализатора, которая ответственна за восприятие и передачу импульсов в головной мозг. К сожалению, данный тип нарушения имеет необратимый характер. В данном случае проводится лишь поддерживающая терапия, определенные профилактические мероприятия, слухопротезирование. Кондуктивная тугоухость, по-другому она называется звукопроводящая тугоухость. Она возникает из-за нарушения нормального анатомического строения, вследствие чего нарушается проводимость звуковых колебаний по наружному и среднему уху к внутреннему. В частности, к кондуктивной тугоухости относятся повреждения барабанной перепонки, звуковых косточек или среднего уха, например, вследствие осложнения острого отита, который мог протекать и бессимптомно. Данная тугоухость имеет временный характер и излечима. Например, воспаление среднего уха отит, образование серных пробок, аномальное строение наружного или среднего уха, это может быть отсутствие или недоразвитие ушных раковин, также заращение слуховых проходов, дефекты барабанной перепонки, которые устраняются хирургическим путем. Преимущественно прибегает к медикаментозной терапии, в редких случаях к хирургической коррекции, если это необходимо. По степени выраженности нарушения слуха делятся на глухоту и тугоухость. Соответственно, в данной категории выделяют категорию детей глухих. Кто такие глухие? Это лица с тотальным выпадением слуха, который не может быть самостоятельно использован для накопления речевого запаса, для владения речью. По времени возникновения поражения слуха в данной категории выделяют категорию ранооглухших, о которой мы уже говорили. То есть это дети с двусторонним, стойким и глубоким нарушением слуха, врождённым или приобретённым в первые годы жизни до момента формирования речи. То есть мы говорим здесь до трёх лет. Поздно оглохшие — это лица с потерей слуха, но относительно сохранной речью, ввиду сравнительно позднего возникновения глухоты. Глухота может возникнуть у людей пенсионного возраста вследствие инсульта или травмы головного мозга. Также она может возникнуть у взрослого человека, у ребёнка в возрасте 10-7-5 лет. Но здесь мы говорим уже о более положительном прогнозе в плане педагогической коррекции и компенсации. По степени выраженности также выделяют тугоухость. К категории тугоухих детей относятся дети, сегодня называемых слабослышащими детьми. Это лица с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но сохраняющей возможность самостоятельного накопления речевого запаса при помощи слухового анализатора. В нашей стране принята классификация Неймана, в которой выделяют 4 степени тугоухости. К первой степени тугоухости относятся дети, которые воспринимают звуки интенсивностью более 50 дБ. Это громкоразговорная речь. Вторая степень тугоухости – это дети, воспринимающие звуки интенсивностью от 50 до 70 дБ. Очень громкая речь. Третья степень тугоухости – более 70 дБ. Это речь, которую воспринимают дети возле ушной раковины. И к глухим людям относятся люди, у которых восприимчивость звуков интенсивностью более 90 дБ. Это гудки, свистки, барабанный стук или звук приближающегося поезда, самолёта. Очень громкие звуки, которые воспринимают эти люди. Рахиль Марковна Боскис, отечественный дефектолог, выделила 4 группы детей с нарушением слуха по уровню развития речи. К данным категориям детей относятся глухие дети без речи, то есть рано оглохшие дети, глухие, сохранившие речь, поздно оглохшие, слабослышащие с относительно развитой речью, то есть с незначительным недоразвитием речи, при которых наблюдаются недостатки, произношение отдельных звуков, частичные нарушения слова изменения, словообразования, ошибки при письме и чтении, а также слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием. В данном случае мы имеем дело с тяжёлыми нарушениями речи, произношения, несформированностью грамматического строя речи. Их речь обилует аграмматизмами, грубыми расстройствами чтения письма до полной невозможности овладения ими. Переходим к следующей категории. Это категория детей с нарушениями зрения. Что же такое зрительное нарушение? Зрительное нарушение – это полная или частичная утрата зрения или сужение поля зрения, острота зрения менее 30% или 0,3% на лучший глаз с коррекцией при помощи очков или поля зрения менее 15 углов градусов. Причинам нарушения зрения в большинстве случаев относятся врождённые или возникшие в младенческом возрасте неблагоприятные факторы, воздействующие на мозг ребёнка или непосредственно на его зрительный анализатор. По степени нарушения остроты зрения дети делятся на две категории – слепые и слабовидящие. В категории слепых детей относятся дети с полным отсутствием зрительной функции или отсутствием зрительных ощущений, либо имеющие остаточное зрение, либо сохранившие способность к светоощущению, когда они отличают цвет от темноты или практическая слепота светоощущения, при которой человек может распознавать цвет, форму предметов, контуры предметов. В этой категории выделяют абсолютно или тотально слепых детей, то есть дети с полным отсутствием зрительных ощущений, а также частично или парциально слепых детей – это дети, о которых мы только что говорили, имеющие светоощущения. По-другому это называется практической слепотой, способной выделять фигуры, контуры, даже различать основные цвета. К слабовидящим детям относятся дети с выраженным снижением остроты восприятия. Зрительный анализатор остается по-прежнему основным источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего и в учебном образовательном процессе, включая чтение и письмо. В зависимости от времени наступления дефекта выделяют слепорождённых детей и ослепших. К слепорождённым относятся дети с врождённой тотальной слепотой или ослепших в возрасте до трёх лет. Они не имеют зрительных представлений и весь процесс психического развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы. Педагогам не на что опереться при подаче любого учебного образовательного материала. А слепшие — это дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте или позже. В данном случае имеется представление об окружающей действительности и сформированная, так скажем, картина мира. Типы зрительных нарушений К типам зрительных нарушений относятся близорукость, дальнозоркость, возрастная дальнозоркость, в том числе астигматизм, амблиопия, косоглазие и так далее. Наиболее распространёнными являются близорукость и дальнозоркость. Близорукость по-другому называется миопией. В данном случае лучи, идущие от предметов, преломляются перед сетчаткой. И данные люди носят очки минус и хорошо видят предметы вблизи, а далеко с трудом различают. Контуры, качественные характеристики предметов и так далее. Дальнозоркость или гиперметропия в данном случае характеризуется тем, что лучи, идущие от предметов или объектов окружающей действительности, преломляются позади сетчатки. Как правило, дальнозоркость является врождённым нарушением зрения и люди носят очки плюс. Возрастная дальнозоркость характерна для лиц от 40 лет и далее. И, собственно, характеризуется тем, что люди вблизи не видят и не различают мелких предметов. Астигматизм характеризуется особым видом оптического строения глаза, особой кривизной роговицы, которая стремится не к шаровидной форме, а представляет собой отрезок эллипсоида, у которой все углы разные. В данном случае признаки болезни могут быть связаны с понижением зрения как вдаль, так и вблизь. И снижением зрительной работоспособности человек очень быстро устает, утомляется и испытывает болезненные ощущения при работе на близком расстоянии. Следующая категория детей, о которых мы с вами поговорим, это дети с нарушением речи. Что же такое нарушение речи? Нарушение речи — это отклонение от речевой нормы, принятой в данной языковой среде. Они могут сказаться на формировании всего психического развития человека. Расстройство речи делят на расстройство осной речи и письменной речи. Лицо, страдающее речевыми нарушениями, называется логопатом. К нарушениям устной речи относятся такие дефекты или расстройства, как дислолея, дезартрия, ринололея, заикание, тахилолея, бродилолея, нарушение голоса и так далее. Если мы обратимся к нарушениям именно звукопроизносительной стороны речи, то к данным нарушениям относится дислолея, который характеризуется нарушением звукопроизношения при сохранном слухе и иннервации речевого аппарата. Как правило, дислолеей страдают дети дошкольного возраста, но нередки случаи нарушения звукопроизношения и у взрослых людей, которые также подаются коррекциям. Ринололея – это нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное грубыми анатомно-физиологическими дефектами в строении речевого аппарата. Как правило, это люди с расщелинами губы, нёба, в народе это называется зайчья губа, волчья пасть. Мы не используем таких терминов в настоящее время. Также это люди, у которых имеются аденоидные разрастания полипы в носоглоточной полости, мешающие проходу воздуха через нос. Следующим расстройством речи является дезартре. Дезартре – это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Как правило, ярко выраженные формы дезартре встречаются у детей с детским церебральным параличом. И проявляются они в нарушении звукопроизношения, обусловленном повышенным или пониженным тонусом в мышцах артикуляционного аппарата, также голосового и дыхательного аппарата. Следующее расстройство речи – это дисфония или афония, характеризующаяся нарушением голоса вследствие патологических изменений голосового аппарата. Следующая категория лиц – это дети с заиканием. Заикание – это нарушение темпа ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Думаю, что каждый из вас так или иначе когда-нибудь встречался с лицами, имеющими данное речевое расстройство. Брадилоле – это патологически замедленный темп речи, а тахилоле – это патологически ускоренный темп речи. Столицы, говорящие скороговоркой, и их речь очень трудно понять. Она характеризуется спотыканиями, торопливостью, недоговариванию окончаний. Перечисленные расстройства речи относятся к нарушению произносительной стороны. Также среди нарушений устной речи выделяются и системные полиморфные нарушения, такие как аллоле – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых центров коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка. Данные дети относятся к категории безречевых детей, наиболее сложной. Афазия – это полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями коры головного мозга. Как правило, афазия возникает у взрослых людей. В принципе, выделяют и детскую афазию, которая может возникнуть у ребенка после трех лет, то есть после момента формирования речи. У взрослых людей, у людей старческого возраста, зачастую она обусловлена именно инсультами. К нарушениям письменной речи относятся дизлексия – это нарушение процесса чтения, и дисграфия – это нарушение процесса письма, которые характеризуются специфическими, достаточно стойкими ошибками, проявляющимися при письме, если мы говорим о дисграфии, при чтении, если мы говорим о дизлексии. Перейдем к следующей категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта категория детей достаточно сложная и также разнородная. Это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. К этой категории относятся дети с детским церебральным параличом. Это самая многочисленная группа лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Что же такое детский церебральный паралич и чем он обусловлен? Прежде всего, это заболевание центральной нервной системы, при ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга, которое возникает под влиянием различных факторов, действующих в период внутриутробного развития, в ранний период развития ребенка на первом году жизни. Какова же структура дефекта при детском церебральном параличе? В структуре дефекта выделяют первичные и вторичные. Первичные нарушения или ведущий дефект это нарушение всех двигательных функций. Аномалия моторного развития, которая оказывает неблагоприятное воздействие на весь ход формирования нервно-психических функций ребенка, приводит к серьезным вторичным нарушениям. Каковы же вторичные нарушения? Для этих детей характерно нарушение памяти или недостаточность министических функций преимущественно страдает моторная память из-за трудностей в передвижении в пространстве и нарушении ориентировки в пространстве. Также страдает восприятие, как тактильное, так и зрительное. Страдает внимание, для них характерные трудности сосредоточения на предмете. Сужен объем внимания в связи с повышенной истощаемостью нервной системы, астенизацией, ослаблением нервной системы. Также затруднена переключаемость внимания с предмета на предмет, с задания на задание. Страдает речь от легкой степени выраженности, от легкой дезартрии до анартрии, полного отсутствия члена раздельной речи. Каковы же формы детского церебрального паралича? Спастическая диплегия. При спастической диплегии у детей с детским церебральным параличом страдают и ноги, и руки, но ноги в большей степени. Гемипаратическая форма детского церебрального паралича это одностороннее поражение двигательных функций, как правило, левостороннее, реже правостороннее. Гиперкинетическая форма детского церебрального паралича характеризуется гиперкинезами, то есть насильственными движениями в виде тиков, тонических спазмов и также гиперкинетическая форма ДЦП характеризуется меняющимся мышечным тонусом, который называется дистонией. Следующая форма это атонически-атоксическая или атактическая форма детского церебрального паралича и обусловлена она поражением мозжечка. Исходя из этого, картина дефекта на лицо. Для этих лиц характерно нарушение координации движения, точности движения, нарушение пространственной ориентировки, пониженный мышечный тонус. Следующая форма это двойная гемиплегея, при которой поражены и верхние, и нижние конечности. Это двустороннее поражение. При этом люди с двойной гемиплегеей, как правило, прикованы к постели. Это достаточно тяжелая форма детского церебрального паралича. И также наблюдаются смешанные формы детского церебрального паралича. Например, спастическая диплегея вместе с гиперкинетической выступают в картине дефекта. Или атонически-атактическая форма ДЦП сопровождается гиперкинетической формой ДЦП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова